всем привет с вами растер артем расторгуев и это моя новая передача пилотный выпуск называется бестселлер знаете когда мне было лет наверное так 12 я все думал ну что за бестселлер что это такое вообще это что-то в чем нет цели и почему это так известно так распиарена многим позже я сообразил что это смешение двух слов английских лучший и продаваемый то есть самый продаваемый товар до бестселлер но понятие бестселлер у меня ну так и осталось то есть это что-то бесполезное не очень нужное но которые все распиарили вот как-то так не захотелось назвать свою новую программу как вы видите справа от моей миниатюры моя страничка на автор . today есть такой интересный сайт увлекательный вот на котором многие молодые авторы публикуются здесь можно добавлять обложки описание ну в целом такая интересная платформа то продвигаться на ней конечно надо при помощи денежных вливаний я этого не делаю поэтому меня мало кто там знает но если заинтересуетесь можно зайти почитать тут принципе есть практически все самые интересные увлекательные произведения но поговорим немножко о цели самой программы то есть что вы сегодня здесь увидите я хочу читать коротенькие рассказываю в интересных для меня жанрах неизвестных мне абсолютно писателей и давать какие-то комментарии к этому ну такая условная критика да и давайте собственно говоря сразу перейдем к делу посмотрим что из этого получится погнали идем раздел книги здесь же сразу видим жанровые распределения новинки там скидки но здесь книжки продаются можно покупать этим заниматься не будем мы сразу перейдем в жанры мне как писателю в кавычках до интересные фантастика фэнтези и мистика ну попаданцы тоже там приключения то есть это все то что я часто сам использую когда пишу какие-то свои произведения сегодня я хочу почитать что-то из мистики давайте туда и пойдем и так мистика что нам покажет мистика вот сразу видите здесь очень интересно мы выбираем жанр сразу нам выкидывает вот книжки последние которые появились причем видите они даже продающиеся какие-то свободном доступе но это уже по решению самого автор делается так берем форму чтобы вас очень сильно не задерживают да и самому не устать от чтения слух выберем рассказы и рассказы нам нужны покороче то есть где-то так лист знаков знаков наверное на до 2000 противном случае просто я очень очень сильно и долго буду вам все дело читать видит какой-то ветер тут всего 646 знаков но это совсем коротко вот допустим темный угол я не знаю что это такое вот ворона летит зловещий шопот и тихий скрежет ногтей пронизываю душу скрежет ногтей ну окей ну а в процессе то есть еще не не закончен нет но если в процессе то это неправильно нужно все-таки законченный текст смотреть здесь 23000 10000 117 8417 7 похоже маленькими формами как я особо никто и не пишет смотрим что на следующих страницах но смотрите рождение и жизнь и пеннивайз 3000 знаков когда стала жаль монстра и решил поведать историю почему он стал таким тоже в процессе еще не дописано ребята есть что-нибудь а подождите я же могу я же могу выбрать закончена да вот давайте сразу пройдемся уже по завершенным реальной истории из моей жизни автобиография но нет я не готов оценивать автобиографические это все-таки личные переживания человека мне все-таки интереснее сейчас найти что-то подходящее больше к нам да вот пойдем в подвал блин опять 17000 елки-палки ребята нашу вы так много пишите неужели нету малых форм ни у кого с другой стороны конечно наоборот то есть это мне стоит пожалуй писать более длинные произведения просто я вкладываюсь в короткую форму а люди любят писать подольше поинтереснее чтобы это все захватывало и увлекало травы в магии ходу 4000 до елки-палки так боишься я рассказов то я не найду подходящих ну ладно вот вот допустим стикс аннотация отсутствует но я знаю что такой стикс я думаю тоже в курсе это река по которой души мертвых перевозились в царство аида мышак нет подождите мышик лев федорович 14 января двадцатого года ну то есть совсем недавно было написано давайте давайте прочитаем стикс и посмотрим что вы собственно говоря из этого выйдет отзывы я сейчас читать не буду даже фокусироваться на них не буду специально чтобы не как-то не форсировать впечатление о написанном и так поехали стикс чем тише в омуте тем профессиональнее в нем черти и правда очень похоже стояли мы с женой на углу перед светофором и ждали зеленого позади дышал под сильным южным ветром парк вокруг оседала морозь не по зимнему теплого вечера парковые фонари то закрывал ветками знобящий ветер то укутывал сырой воздух и потому парк выглядел сплошной серо-черной массой редко-редко прокнопленный оранжевыми ежиками галогенок улица по контрасту выглядела огненной рекой поток машин и сине-белые фары алые стоп-сигналы радостно апельсиновые поворотники час пик все рвутся домой только шагни на проезжую часть оторвет всю ступню с головой вместе за улицей начинался город там сияли не только фонари но еще и окна домов там автомобили рвали сырую морозь выметали водяную крошку из воздуха замещая правда ее кислым выхлопом но зато там царствовал свет я еще раз взглянулся на парк правда здорово похоже на царство аида и пошутил представляешь гуляешь так по аду с деметрой например если мороженым не угостил она назад не выпускает не пересечешь стикса жена поморщилась там же все не так в исходном сюжете греческая царь мертвых на полгода затворяет персифону в аиде а чего происходит зима только я собрался вообразить что богини просто так не затворишь где попало как загорелся наконец зеленый и мы поспешили мир живых и больше в тот четверг ничего не случилось в следующий четверг мы также гуляли по парку говоря о чем придется мороженого не покупали похолодало солнце садилось ветер угнал сырые облака дальше по маршруту вечер опускался ясный зимний обещающее морозное утро парк смотрелся куда светлее и людей в нем оказалось побольше поэтому на приветствие со стороны пожилой пары я не обратил внимание какие-то знакомые жены по работе во дворце пионеров наверное но мужчина обратился именно ко мне и я постарался не морщится через чур опять что ли денег просить начнет а я не рокфеллер и отказывать от суммы и тюрьмы не зарекайся да немного ведь обычно и просят я посмотрел на пару внимательнее мужчина и женщина лет за 50 одеты как ни странно дорого и чисто почему странно потому что хороший костюм в полоску и синее шерстяное платье годятся для осени для зимы в них уже холодно еще одежда выглядит как-то уголок воротника потемнел манжета рубашки тоже не очень чистый только вот у бомжей со стажем одежда еще и обтрепана везде нитки лезут ну и запах разумеется запах которого сейчас нет больше всего встречные походили на людей неожиданно задержавшихся на прогулке и проведших на воздухе несколько больше времени чем рассчитывали простите юноша собеседник приподнял краешек шляпы вышло так что я поссорился с женой и вот выражаясь метафорически блуждаю во мраке не находя выхода со вздохом он развел руки заслонив солнце и таким четким крестом силуэтом что-то наверняка символизирующим кошелек я позабыл роднее мужской солидарности выручите всего-то и нужно 70 копеек на стаканчик пломбира иначе жена не выпустит из аида подумал я удивляясь как совпадению нелепого случая собственной придумкой недельной давности так и тому что губы мои упорно не складывались в улыбку не сделает жарко и почему-то страшно а ведь сегодня мы тоже мороженого не покупали надо бы не забыть угостить жену так деньги кошелек остался дома на вешалке вместе с жилетом на записной книжкой рулетками лазерной обычный паспортом кесетом перочином складным ножиком все это весило почти четверть пуда и потому гулял я без жилета а на мороженое носил мелочь в заднем кармане туда-то в карман я и сунул руку рубль 1 знаете что я хочу сказать на самом деле вот я прочитал этот рассказ и хочу сказать что мне понравилось во первых мне понравилось то как этот человек пишет я не знаю этого автора вообще не знаю но сама структура повествования достаточно гармонично то есть здесь я бы даже ничего править не стал это прямо очень круто не хочу как-то сейчас пытаться себя превознести но я пишу в очень похожей стилистике на самом деле диалоги точно я прописываю очень похоже в той части что здесь человек также использует некие нотки сарказма и вопросы самому себе то есть это вот прямо я я все время так пишу я прочитал рассказ сейчас впервые прочитал его для вас опять же если мы посмотрим на литературную составляющую с точки зрения какой-то основной идеи который здесь присутствует она безусловно имеется и это здорово потому что за большим количеством красивых описательных моментов до каких-то метафор мы видим и красной линии основную сюжетную идею этого рассказа но я ее нахожу в том что может быть это будет сейчас звучать несколько странно но почему-то я увидел именно такое что женщинами нужно быть осторожными в той части что прислушиваться к ним относиться хорошо да не злить вот но у меня вот такой вот опять же скажу что рассказ мне очень понравился первый рассказ который я здесь нашел не оказался таким ужасным поэтому рекомендую вам сайт автор тудей заходите смотрите читайте вот видите я даже особо не искал ничего но смог быстро достаточно найти что-то подходящее интересное для меня все на этом короткий пилотный выпуск заканчивается спасибо что смотрели бестселлер если этот выпуск вам понравится то я буду дальше читать вам рассказы и обсуждать написанное сегодня обсуждение минимум потому что ну действительно это хорошая работа все всем спасибо пока пока